Одиночество 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 И только невысоко над землей, в том месте, где закатывалось солнце, оставалась неясная длинная розовая полоска, незаметно переходившая наверху в нежный голубоватый оттенок вечернего неба, а внизу — в тяжелую сизоватую мглу, подымавшуюся от земли. Воздух сгустился, похолодел. Откуда-то донесся и скользнул по палубе слабый запах меда и сырой травы. На востоке, за волнистой линией холмов, расплался темно-золотой свет луны, готовой взойти. Она показалась сначала только одним краешком, и потом выплыла большая, огненно-красная и как будто бы приплюснутая сверху. На пароходе зажгли электричество и засветили на бортах сигнальные фонари. Из трубы валили длинным снопом и стлались за пароходом, тая в воздухе красные искры. Вода казалась светлее неба, и уже не кипела больше. Она успокоилась, затихла, и волны от парохода расходились по ней такие чистые и гладкие, как будто бы они рождались и застывали в жидком стекле. Луна поднялась еще выше и побледнела. Диск ее сделался правильным и блестящим, как отполированный серебряный щит. По воде протянулся от берега к пароходу и заиграл золотыми блестками и струйками длинный дрожащий столб. Становилось свежо. Покромцев заметил, что жена его два раза содрогнулась плечами и спиной под своим шерстяным платком и, нагнувшись к ней, спросил. «Птичка моя, тебе не холодно? Может быть, пойдем в каюту?» Его лицо при лунном свете стало бледнее обыкновенного. Пушистые усы и остроконечная оборотка вырисовывались резче, а глаза удлинились и приняли странное нежное выражение. «Нет-нет, не беспокойся, милый. Мне очень хорошо», — ответила она. Она не чувствовала холода, но ее ухватила та щемящая, томная жуть, которая овладевает нервными людьми в яркие лунные ночи, когда небо кажется холодной и огромной пустыней. Низкие берега, бежавшие мимо парохода, были молчаливы и печальны. Прибрежные леса, окутанные влажным мраком, казались страшными. У Веры Львовны вдруг появилось непреодолимое желание прильнуть как можно ближе к своему мужу, спрятать голову на сильной груди этого близкого человека, согреться его теплотой. Он, точно угадывая ее мимолетное желание, тихо обвил ее половиной своего широкого пальто, и они оба затихли, прижавшись друг к другу и касаясь друг друга головами, слились в один грациозный темный силуэт. Между тем, как луна бросала яркие серебристые пятна на их плечи и на очертания их фигур. Пароход стал двигаться осторожнее, из боязни наткнуться на мель. Матросы на носу измеряли глубину реки, и в ночном воздухе отчетливо звучали их протяжные восклицания. В этих высоких стонущих звуках слышалось то же уныние, каким были полны темные печальные берега и холодное небо. Но под плащом было очень тепло, и крепко прижимаясь к любимому человеку, Вера Львовна еще глубже ощущала свое счастье. На правом берегу показались смутные очертания высокой горы с легкой резной деревянной беседкой на самой вершине. Беседка была ярко освещена, и внутри ее двигались люди. Видно было, как, услышав шум приближающегося парохода, они подходили к перилам и, облокотившись на них, глядели вниз. «Ах, Володя, посмотри, какая прелесть!» — воскликнула Вера Львовна. «Совсем кружевная беседка. Вот бы нам с тобой здесь пожить!» «Я здесь провел целое лето», — сказал Покромцев. «Да? Неужели? Это, наверное, чье-нибудь имение?» «Книзей Ширковых. Очень богатые люди!» Она не видела его лица, но чувствовала, что, произнося эти слова, он слегка разглаживает концами пальцев свои усы, и что в его голосе звучит улыбка воспоминания. «Когда же ты был там? Ты мне ничего о них не рассказывал. Что они за люди?» «Люди? Как тебе сказать? Недурные, нехорошие. Веселые люди!» Он замолчал, продолжая улыбаться своим воспоминаниям. Тогда Вера Львовна сказала. «Ты смеешься? Ты верно вспомнил что-нибудь интересное?» «О нет! Ничего! Ровно ничего интересного!» — возразил Покромцев и крепче обнял талию жены. «Так! Маленькие глупости! Не стоит их вспоминать!» Вера Львовна не хотела больше расспрашивать, но Покромцев начал говорить сам. Ему приятно было, что его жена узнает, в какой широкой барской обстановке ему приходилось жить. Это щекотало мелочным, но приятным образом его самолюбие. Ширковы жили летом в своем имении, точь-в-точь, как английские лорды. Правда, сам Покромцев был там только репетитором. И он сумел себя поставить так, что с ним обращались как со своим, даже больше того, как с близким человеком. Ведь настоящих светских людей всего скорее узнаешь именно по их очаровательной простоте. Лето промелькнуло удивительно быстро и весело. Лаун-теннис, пикники, шарады, спектакли, прогулки верхом. К обеду все собирались по звуку гонга, непременно во фраках и белых галстуках. Одним словом, самое утонченное соединение строгого этикета с простотой и прекрасных манер с непринужденным весельем. «Конечно, в такой жизни есть и свои недостатки, но пожить ею хоть одно лето, и то чрезвычайно приятно». Вера Львовна слушала его, не прерывая ни одним словом, и в то же время испытывая нехорошее, похожее на ревность чувство. Ей было больно думать, что у него в памяти остался хоть один счастливый момент из его прежней жизни, не уничтоженный, не сглаженный их теперешним общим счастьем. Беседка вдруг точно спряталась за поворотом. Вера Львовна молчала, а Покромцев, увлеченный своими воспоминаниями, продолжал. «Ну, конечно, играли в любовь, без этого на даче нельзя. Все играли, начиная со старого князя и кончая безусыми лицеистами, моими учениками. И все друг другу покровительствовали, смотрели сквозь пальцы. И ты тоже? Ты тоже ухаживал за кем-нибудь?» — спросила Вера Львовна неестественно спокойным тоном. Он провел рукой по усам. Этот самодовольный, так хорошо знакомый Вере Львовне жест вдруг показался ей пошлым. «Да, и я тоже. У меня вышел маленький роман с княжной Кэт. Очень смешной роман. И, пожалуй, если хочешь, даже немного безнравственный. Понимаешь, девице еще и шестнадцати лет не исполнилось, но развязанность, самоуверенность и прочее — просто удивительные. Она мне прямо изложила свой взгляд. Мне, говорит, здесь скучно, потому что я ни одного дня не могу прожить без сознания, что в меня все кругом влюблены. Вы один здесь только мне и нравитесь. Вы не дурны собой, с вами можно разговаривать, ну и так далее. Вы, конечно, понимаете, что женой вашей я быть не могу, но почему же нам не провести это лето весело и приятно? — Ну и что же? Было весело? — спросила Вера Львовна, стараясь говорить небрежно, и сама испугалась своего внезапно охрипшего голоса. Этот голос заставил Покромцева насторожиться. Как бы извиняясь за то, что причинил ей боль, он притянул к себе голову жены и прикоснулся губами к ее виску. Но какое-то подлое, неудержимое влечение, копошившееся в его душе, какое-то смутное и гадкое чувство, похожее на хвастливое молодчество, тянуло его рассказывать дальше. Вот мы и играли в любовь с этим подлетком, и в конце лета расстались. Она совсем равнодушно благодарила меня за то, что я помог ей не скучать, и жалела, что не встретилась со мной, уже выйдя замуж. Впрочем, она, по ее словам, не теряла надежды встретиться со мной впоследствии. И он прибавил с сделанным смехом. «Вообще, эта история составляет для меня одно из самых неприятных воспоминаний. Ведь правда, Верочка, гадко все это!» Вера Львовна не ответила ему. Покромцев почувствовал к ней жалость и стал раскаиваться в своей откровенности. Желая загладить неприятное впечатление, он еще раз поцеловал жену в щеку. Вера Львовна не сопротивлялась, но и не ответила на поцелуй. Странное, мучительное и самой ей неясное чувство овладела ее душой. Тут была отчасти и ревность к прошедшему. Самый ужасный вид ревности. Но была только отчасти. Вера Львовна давно слышала и знала, что у каждого мужчины бывают даже нитьбы интрижки и связи. Что то, что для женщины составляет огромное событие, для мужчины является простым случаем. И что с этим ужасным порядком вещей надо по неволе мириться. Было тут и негодование на ту унизительную и развратную роль, которая выпала в этом романе на долю ее мужа. Но Вера Львовна вспомнила, что и ее поцелуи с ним, когда они еще не были женихом и невестой, не всегда носили невинный и чистый характер. Страшнее всего в этом новом чувстве было сознание того, что Владимир Иванович вдруг сделался для своей жены чужим далеким человеком и что их прежняя близость никогда уже не может возвратиться. Зачем он мне рассказал всю эту гадость, мучительно думала она, стискивая и терзая свои похолодевшие руки. Он перевернул всю мою душу и наполнил ее грязью. Но что же я могу ему сказать на это? Как я узнаю? Что он испытывал во время своего рассказа? Сожаление о прошлом? Нехорошее волнение? Годливость? Нет уж, во всяком случае, негодливость. То он у него был самодовольный, хотя он и старался это скрыть. Надежду опять встретиться когда-нибудь с этой Кэт? А почему же и не так? Если я спрошу его об этом, он, конечно, поспешит меня успокоить. Но как проникнуть в самую глубь его души, в самые отдаленные изгибы его сознания? Почему я могу узнать, что, говоря со мной искренно и правдиво, он в то же время не обманывает и может быть совершенно невольно своей совести? Ох, чего бы я не дала за возможность хоть один только миг пожить его внутренней, чужой для меня жизнью, подслушать все оттенки его мыслей, подсмотреть, что делается в этом сердце. И это страстное влечение слиться мыслью, отождествиться с другим человеком приняло такие огромные размеры, что Вера Львовна нечаянно для самой себя крепко прижалась головой к голове мужа, точно желая проникнуть, войти в его существо. Но он не понял этого невольного движения и подумал, что жена просто хочет к нему приласкаться, как озябшая кошечка. Он пощекотал ее усами по щеке и сказал тоном, каким говорят сбалованными детьми. Вируся бай-бай хочет. Вирусенька озябла. Пойдем в каютку, Вирусенька. Она молча поднялась, кутаясь в свой платок. Вирусенька на нас ни за что не сердится, спросил Покромцев тем же сладким голосом. Вера Львовна отрицательно покачала головой. Но перед трапом, ведущим в каюты, она остановилась и сказала. — Послушай, Володя, тебе ни разу не приходило в голову, что никогда, понимаешь, никогда двое людей не поймут вполне друг друга, какими бы тесными узами они ни были связаны. Он чувствовал себя немного виноватым и потому пробормотал со смехом. — Ну вот, Верунчик, какую философию развела. Разве мы с тобой не понимаем друг друга? В каюте он скоро заснул тихим сном здорового, сытого человека. Его дыхание не было слышно, и лицо приняло детское выражение. Но Вера Львовна не могла спать. Ей стало душно в тесной каюте, и прикосновение бархатной обивки дивана раздражало кожу ее рук и шеи. Она встала, чтобы опять выйти на палубу. — Ты куда, мамуся? — спросил Покромцев, разбуженный шелестом ее юбок. — Лежи, лежи, я сейчас приду. Я еще минутку посижу на палубе, — ответила она, делая ему рукою знак, чтобы он не вставал. Ей хотелось остаться одной и думать. Присутствие мужа, даже спящего, стесняло ее. Выйдя на палубу, она невольно села на то же самое место, где сидела раньше. Небо стало еще холоднее, и вода потемнела и потеряла свою прозрачность. То и дело легкие тучки, похожие на пушистые комки ваты, набегали на светлый круг луны и вдруг окрашивались причудливым золотым сиянием. Печальные низкие и темные берега также молчаливо бежали мимо прохода. Вере Львовне было жутко и тоскливо. Она впервые в своей жизни натолкнулась сегодня на ужасное сознание, проходящее рано или поздно в голову каждого чуткого вдумчивого человека. На сознание той неумолимой, непроницаемой преграды, которая вечно стоит между двумя близкими людьми. — Что же я о нем знаю? — шепотом спрашивала себя Вера Львовна, сжимая руками горячий лоб. — Что я знаю о моем муже? Об этом человеке, с которым я вместе и ем, и пью, и сплю, и с которым всю жизнь должна пройти вместе. Положим, я знаю, что он красив, что он любит свою физическую силу и холит свои мускулы, что он музыкален, что он читает стихи нараспев. Знаю даже больше, знаю его ласковые слова, знаю, как он целуется, знаю пять или шесть его привычек. Ну а больше? Что же я больше-то знаю о нем? И известно ли мне, какой след оставили в его сердце и уме его прежние увлечения? Могу ли я отгадать у него те моменты, когда человек во время смеха внутренне страдает, или когда наружной лицемерной печалью прикрывает злорадство? Как разобраться во всех этих тонких изворотах чужой мысли, в этом чудовищном вихре чувства желаний, который постоянно, быстро и неумолимо несется в душе постороннего человека? Внезапно она почувствовала такую глубокую внутреннюю тоску, такое щемящее сознание своего вечного одиночества, что ей захотелось плакать. Она вспомнила свою мать, братьев, меньшую сестру. Разве и они не так же чужды ей, как чужд этот красивый брюнет с нежной улыбкой и ласковыми глазами, который называется ее мужем? Разве сможет она когда-нибудь так взглянуть на мир, как они глядят? Увидеть то, что они видят? Почувствовать, что они чувствуют? Около четырех часов утра Покромцев проснулся и был очень удивлен, не видя на противоположном диване своей жены. Он быстро оделся и, позевывая и вздрагивая от утреннего холодка, вышел на палубу. Солнце еще не всходило, но половина неба уже была залита бледным розовым светом. Прозрачная и спокойная река лежала точное громадное зеркало в зеленой влажной раме оживших орошенных лугов. Легкие розовые морщины слегка бороздили ее гладкую поверхность, а пена над пароходными колесами казалась молочно-розовой. На правом берегу молодой березовый лес с его частым строем тонких, прямых, белых стволов был окутан точно тонкой кисеей, легким покровом тумана. Сизая тяжелая туча, низко повисшая на востоке, одна только боролась с сияющим торжеством нарядного летнего утра, но и на ней уже брызнули точно кровавые потоки, темно-красные штрихи. Вера Львовна сидела на том же месте, облокотясь руками на решетку и положив на них отяжелевшую голову. Покромцев подошел к ней и, обняв ее, напыщенно продекламировал голосом, разбувшим от здорового сна. — Вышла из мрака молодая, с перстами пурпурными, эос! Но когда он увидел ее серьезное заплаканное лицо, он точно поперхнулся последним словом. — Вирусенька, что с тобой? Что такое, моя дорогая? Но она уже приготовилась к этому вопросу. Она так много передумала за эту ночь, что пришла к единственному разумному и холодному решению. Надо жить как все. Надо подчиняться обстоятельствам, надо даже лгать, если нельзя говорить правду. И она ответила, виновата и растерянно улыбаясь. — Ничего, мой милый, просто у меня бессонница. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...